Сказка «Я сам» Жил на свете мальчик по имени Перси. И как все мальчики и девочки, он ни за что не хотел вовремя ложиться спать. Хижина, где он жил с матерью, была небольшая, из грубого камня, какого много в тех местах, и стояла как раз на границе между Англией и Шотландией. И хотя они были люди бедные, по вечерам, когда в очаге ярко горел торф и приветливо мигала свеча, их дом казался на редкость уютным. Перси очень любил греться у огня и слушать старинные сказки, какие ему рассказывала мама, или же просто дремать любой с причудливыми тенями от пылающего очага. Наконец мать говорила, «Ну, Перси, пора спать!» Но Перси всегда казалось, что еще слишком рано, и он спорил с ней и припирался, прежде чем уйти. А стоило ему лечь в свою деревянную кроватку и положить голову на подушку, как он тут же засыпал крепким сном. И вот как-то вечером Перси так долго спорил с мамой, что у нее лопнуло терпение, и, взяв свечу, она ушла спать, оставив его у одного возле плавающего очага. «Сиди, сиди один у огня!» – уходя сказала она Перси. «Вот придет старая злая фея и утащит тебя за то, что мать не слушаешься». Подумаешь, не боюсь я злых старых фей! Подумал Перси и остался греться у огня. А в те далекие времена в каждой фермерской усадьбе, в каждой хижине водился свой малютка Брауни, который каждую ночь спускался по каминной трубе и наводил в доме порядок, начищал все и отмывал. Мама Перси оставляла ему у двери целый кувшинчик козьих сливок, благодарность за его работу. И утром кувшинчик всегда оказывался пустым. Эти малютки Брауни были добродушными и приветливыми домовыми, только уж очень легко они обижались чуть что. И горе той хозяйки, которая забывала оставить им кувшинчик со сливками. На другое утро все в ее доме бывало перевернуто вверх дном. Мало того, обидевшись, Брауни больше и носу к ней не казали. А вот Брауни, который приходил помогать маме Перси, всегда-всегда находил кувшинчик со сливками и потому ни разу не ушел из их дома, не прибрав все хорошенько, пока Перси и его мама крепко спали. Но у него была очень злая и сердитая мать. Эта старая злая фея терпеть не могла людей. О ней-то и вспомнила мама Перси, уходя спать. Сначала Перси был очень доволен, что настоял на своем и остался греться у огня. Но когда огонь начал постепенно угасать, ему сделалось как-то не по себе и захотелось скорее в теплую постель. Он уж собрался было встать и уйти, как вдруг услышал шорох и журшание в каминной трубе. И тут же в комнату спрыгнул маленький Брауни. Перси от неожиданности вздрогнул, а Брауни очень удивился, застав Перси еще не в постели. Уставившись на длинноногого Брауни с острыми ушками, Перси спросил, «Как тебя зовут?» Сам ответил Брауни, скорчив смешную рожицу. «А тебя?» Перси решил, что Брауни пошутил и захотел его перехитрить. «Я сам!» – ответил он. «Лови меня!» – я сам крикнул Брауни и отскочил в сторону. Перси и Брауни принялись играть у огня. Брауни был очень проворный и шустрый бесенок. Он так ловко перепрыгивал с деревянного буфета на стол, но точно кошка! И скакал, и кувыркался по комнате. Перси глаз не мог от него оторвать. Но вот огонь в очаге почти совсем погас, и Перси взял кочергу, чтобы помешать торф. Да на беду один горящий уголек упал прямо на ногу малютки Брауни. Бедняжка Брауни так громко завопил, что старая фея услышала его и крикнула в каминную трубу. «Кто тебя обидел? Вот я сейчас спущусь вниз, тогда ему не поздоровится!» Испугавшись, Перси шмыгнул за дверь в соседнюю комнату, где стояла его деревянная кровать, и забрался с головой под одеяло. «Это я сам!» ответил Брауни. «Тогда чего же ты вопишь и мешаешь мне спать?» рассердилась старая злая фея. «Сам себя и ругай!» И следом за этим из трубы высунулась длинная костлявая рука с острыми когтями. Схватила за шиворот малютку Брауни и подняла его вверх. Наутро мама Перси нашла кувшинчик со сливками на том же месте у двери, где она оставляла его накануне. И больше малютка Брауни в ее доме не появлялся. Но хотя она и огорчилась, что потеряла своего маленького помощника, зато была очень довольна, что с этого вечера ей больше не приходилось дважды напоминать Перси, что пора идти спать.